МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стремительный рост. Курс доллара в казахстанских обменниках приближается к отметке в 500 тенге. Сегодня в обменниках Астаны продают его за 491 тенге. Отразится ли подражание американской валюты на стоимости продуктов? Страшный пожар произошел в городе Житыкарак у Станайской области. В половине пятого утра загорелся частный дом. Ламя быстро охватило жилое строение, из-за чего рухнула крыша. В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились шестеро детей от года до 13 лет. Тела пятерых малышей нашли под завалами без признаков жизни. Старший ребенок не пострадал. По предварительной информации, мать вечером ушла к знакомому. Супруг находится в тюрьме. В тушении было задействовано 19 пожарных и 5 единиц техники. По информации прокуратуры, в области начато досудебное расследование. Предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра. В настоящее время причиной произошедшего выясняется. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала Центра медицины и катастрофы МЧС оказывают необходимую психологическую помощь родственникам. Гололед и метель, очереди на шиномонтажных станциях, травмированные горожане и опрокинутые авто. Таковы последствия первого снега на севере страны. Стражу порядка рекомендуют североказахстанцам ограничить поездки и проверить на исправность свои машины. Анастасия Дроняк обо всех сюрпризах непогоды. У природы нет плохой погоды. С этой строчкой из песни готовы поспорить сегодня жители Петропавловска. Выпавший с утра снег застал горожан врасплох. На Петропавловских шиномонтажках сегодня транспортный коллапс. Автомобилисты готовы часами стоять в очереди, лишь бы успеть переобуть своих железных коней и предотвратить тем самым аварии на дорогах. Очереди из десятков авто можно увидеть с раннего утра практически на каждой станции. Люди признаются, зиму ждали, но не так скоро. С утра выпал снег неожиданно. Сел на машину, на работу едешь, приходится с горки спускаться, машину, чувствую, несет, думаю, надо ехать переобуваться. Я приехал на шиномонтажную, тут очередь дикая. До последнего буду ждать, чтобы переобуть машину. Похода, конечно, скверная. Видите, снежок идет и сыр. А завтра мне надо бабушку в 11 часов везти в больницу. А я вот не знаю, пройду я, не пройду. Я стою в очереди 12. До последнего буду ждать. Зато сотрудникам шиномонтажных станций такая погода только на руку. Без дела ребята не сидят. Обещают работать до последнего клиента. С самого утра мы как приехали на работу, и все, и пошел поток машин. Снегопад, гололед, люди переживают, по-быстрому начали переобуваться. Мы переобуваем, одна заезжает, другая выезжает. В целом минут 50-40. Люди некоторые стоят в очередь по 3-4 часа. С самого утра ждут машину, пока переобуем. Но мы делаем все, что можем. Мы работаем, как говорится, в темпе. Может быть, даже и задержимся допоздна, как получится. Привавилась работа и у дорожных полицейских. Сразу несколько аварий произошло на трассах. Машины сносило в кувет, а некоторые даже опрокидывались. Стражи порядка просят автолюбителей быть осторожнее, ведь настоящая зима еще впереди. В связи с ухудшением погодных условий, осадков в виде снега и дождя, понижением температуры, прошу без острой необходимости ограничить выезда за пределы населенных пунктов, а также проверить свои транспортные средства на техническое состояние, заблаговременно поменять резину на зимнюю, соблюдать дистанцию, скоростной режим с учетом погодных условий. Пострадали от непогоды не только автомобилисты, но и пешеходы. За сегодняшний день в травмпункт за медпомощью с различными уличными травмами обратилось порядка 20 человек. И это только начало, говорят врачи. Между тем, на уборку улиц вышла и коммунальная техника. Однако синоптики утешают. В ближайшие дни температура повысится до 1, а то и 7 градусов. Поэтому о настоящей зиме пока еще думать рано. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Петропавловск. В казахстанце встревоженной скачками курса доллара американская валюта в последние дни выросла на несколько тенге. А сегодня по итогам дневных торгов доллар вновь подешевел на 4 тенге. Что влияет на иностранную валюту и отразятся ли это такие колебания на ценах на продовольствие, узнали наши корреспонденты. Подорожание доллара заметно встревожило казахстанцев. Несколько дней назад американская валюта выросла сразу на 6 тенге. А уже сегодня по итогам дневных торгов доллар вновь подешевел на 4 тенге. Такие колебания отразятся на стоимости продуктов питания. Обеспокоены люди. Я думаю, что это сильно повлияет. Экономика уже собеет, все подорожает. Уже все подорожало за последние августа. Плохо повлияет, конечно. Если у нас нет импортного замещения, у нас в основном ничего не производят. Однако эксперты уверяют, поводов для беспокойства у населения нет. Скачки явления временные, уверен экономист Сапарбай Жубаев. У нас на 2024 год курс в среднем рассчитан 1 доллар 470 тенге. Ну, может быть, 465-475. И поэтому сегодняшний 400, больше 485, он чуть больше, так, как бы доллар вырос. Но это временное явление, я считаю, потому что, я еще раз повторяю, у нас экспорт больше, чем импорт. Поступления валюты, инвестиции все на уровне. Единственные вот весенние затраты бюджета нам чуточку так сложное положение получился. Колебание курса валюты не повлияет на внутренний рынок, убеждает эксперт. Напротив, сложившая ситуация будет стимулировать экспортеров. Наших, для обычных жителей, это инфляция влияет. А на курс, ну, естественно, она в будущем, может быть, влияет через 5-10 лет, да. Но инфляция, когда 10%, а потеря курса тенге всего 3-4%. Если вот 460-485, и вот этот, если там разница, там, 20 тенге, или его, если делить на 440, получается всего 3-4%, да. А мы даже не заметим. Эксперт уверен, в ближайшие дни доллар вернется в разумное русло. Дальнейшей волатильности тенге не предвидится, говорят экономисты. По крайней мере, до конца года. В Уральске вот уже несколько дней наблюдается дефицит сжиженного газа на автозаправках. Местные жители жалуются, что приходится часами стоять в очереди. Как рассказали в Акимате региона, причиной нехватки стал ремонт на Атараусском нефтеперерабатывающем заводе. Он продлится до 25 октября. Жители же Атараус сейчас получают автогаз из Западно-Казахстанской области. Местные чиновники выделяют 36% сжиженного топлива с местной нефтегазовой компанией ЖАЭК Мунай. Отмечу, что темпы потребления сжиженного газа в регионе ежегодно растут. На сегодня ежемесячная потребность топлива составляет 3500 тонн. На сегодняшний момент из-за ремонтных работ Атараусского НПЗ то ЖАЭК Мунай выделяет, поставляет для Атараусской области и для ЗКО около 120 тонн для нашей области и 100 тонн для Атарау. На сегодняшний момент суточное потребление в области составляет около 120-130 тонн. Мы продолжаем выпуск. Далее о новостях в мире расскажет Дельна Сосикенова. Здравствуйте. С самыми свежими новостями в мире ближайшие пару минут ознакомлю я Дельна Сосикенова. 16 человек погибли в результате урагана Милтон, который обрушился на американский штат Флорида. Стихия принесла с собой торнадо с порывами ветра до 195 км в час и мощный ливень с паводками. В результате сильно разрушены дома, церкви и коммерческие здания. К примеру, в Сент-Питерсберге сильный ветер сорвал крышу с местного бейсбольного стадиона, а строительный кран упал на здание редакции местной газеты. По данным властей, во время урагана во Флориде были зафиксированы по меньшей мере 45 торнадо. Из-за этого полностью закрыты аэропорты штатам, что привело к отмене и задержке более 3000 рейсов. Около 3,5 миллионов человек остались без электричества и связи. Милтон still carries невероятной разрушительной силой. Может стереть с лица земли и целые поселения и привести к гибели людей. По-прежнему ожидается, что высота штормового нагона достигнет 13 футов. На данный момент эвакуация, вероятно, затруднена. Поэтому я призываю людей искать более безопасное убежище. Иногда перемещение всего на несколько миль может стать вопросом жизни и смерти. Не обошлось без жертв и в Ливане. Только там это последствия не стихии, а новых израильских авиаударов по городскому району Бейрута. В результате погибли 22 человека. Еще более 100 получили ранения. Ближневосточные СМИ предполагают, что возможной целью этих ударов был высокопоставленный представитель движения Хезболы Вафик Сафа. Он сумел избежать гибели. Обстрелу подверглись центральные районы столицы, прежде почти не затронутые боевыми действиями. На этом жертвы, к сожалению, не заканчиваются. Один человек погиб под землей на золотом руднике в США. Там он застрял вместе с остальными 11 туристами, которых, к счастью, успели спасти. ЧП произошло из-за технической неисправности лифта. Туристы просидели на глубине 300 метров около 6 часов. Отмечу, что эта шахта закрылась еще в 60-х годах прошлого века. С тех пор она стала туристической достопримечательностью. Мы пока точно не знаем, почему у лифта возникла такая проблема. Один погиб, еще 4 человека пострадали в результате аварии. Это незначительные ушибы, боли в спине, шее и руках. Их осмотрели медики. На этом у меня все. Мы будем следить за развитием событий в мире. До встречи через неделю. Поэзия Махтум Кулей Фраги напоминает о неприходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. Касм Жамартукаев выступил на международном форуме в Туркменистане. Взаимосвязь времен и цивилизации основа мира и развития приуроченном 300-летию великого поэта. Почему его наследие спустя столько лет до сих пор не потеряло своей актуальности? Об этом расскажут мои коллеги. Наглядным примером исторической значимости фигуры писателя и мыслителя Махтум Кулей Фраги стал тот факт, что его юбилей включен в перечень знаменательных дат ЮНЕСКО. Поскольку туркменский классик внес большой вклад в развитие культуры не только своего народа, но и всего мира. Творчество писателя, его идеи даже спустя столько лет не потеряли своей актуальности. Сейчас на фоне нынешних геополитических дрязг и вызовов это особенно важно. Поэзия Махтум Кулей Фраги, глубоко пропитанная гуманистическими идеями, вновь напоминает нам всем о неприходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. Все его произведения пронизаны беззаветной любовью к родине. Он видел светлое будущее своего народа в единении с миром и согласии с окружающими. В следующем году Туркменистан отметит 30-ю годовщину постоянного нейтралитета. Это не помешало стране последовательно укреплять свой авторитет на международной арене, при этом не забывая о национальных интересах. Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год Международным Годом Мира и Доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтум-Кули-Фраги о создании сильного туркменского государства. В этом году, кстати, объявленным Туркским миром Годом памяти Махтум-Кули-Фраги и его трехметровый памятник установлен и в Астане. А накануне в центре Ашхабада состоялась торжественная церемония открытия монумента великому казахскому мыслителю Абаю Кунанбайуле. Обоих классиков объединяет общая философия. Оба использовали свой поэтический дар во имя гуманизма и справедливости. И это то, что актуально по сей день. Их богатое духовное наследие, занимающее особое место в многогранной культуре наших народов, является достоянием всего человечества. Казахстан и Туркменистан связаны едиными духовными корнями, общей историей, многовековыми узами дружбы. Эти неизменные ценности стали основой активного диалога между двумя государствами, которые способствуют дальнейшему сближению наших народов и углублению казахско-туркменских отношений. Открытие памятника Махтум-Кулифраги в Астане еще одно яркое свидетельство нерушимых братских связей между двумя государствами. Ольга Литвина, Анна Рассульбаева, Астана Таймс. Очередное межведомственное собрание по вопросам предотвращения правонарушения среди подростков прошло в столичной школе лицей номер один. Напомню, с нынешнего учебного года в школах запущена программа Берт-Таст-Арбие. В рамках нее сразу несколько уполномоченных органов проводят совместную работу. Она направлена на обеспечение безопасности школьников и налаживание между ними коммуникаций. Травля, буллинга, условное лидерство, вандализм и насилие – это основные элементы подростковых преступлений в нашей стране. К слову, только за текущий год около пяти с половиной тысяч несовершеннолетних были доставлены в отделы полиции Астаны за нахождение в ночное время на улице. А большинство противоправных деяний происходит именно в вечернее время, говорят стражи порядка. Решение этой проблемы требует комплексного и продуманного подхода, уверены они. Сейчас активно работает программа «Бертутас Торбье». Ее главная цель – воспитать образцовых и честных граждан. Привить детям способность всегда уважать друг друга, относиться с пониманием. Также уважительно относиться к родителям, учителям и в целом к обществу. Ну и, конечно, обеспечить безопасное пространство среди детей. В Астане есть 109 школ. Постепенно планируем охватить их все. В целом данная программа предусматривает ряд профилактических мероприятий, в том числе разъяснительно-профилактическая работа. Ее проводят и с родителями подростков. В тренинге ювенальной полиции на постоянной основе проводятся разъяснительные профилактические работы по школам, по колледжам, с учениками, с педагогическим составом, с родителями по недопущению преступлений, правонарушений. Все это доводится, чтобы дети наши не нарушали закон, относились друг к другу, с пониманием. Как заверили спикеры, воспитательная часть ребенка лежит на плечах как родителей, так и школы. Поэтому основной целью проводимой работы является положительно воздействовать на детей с помощью этих двух лагерей. Аман Танатаров, Самат Ормбаев, Астана Таймс. 186 несовершеннолетних казахстанцев привлечены к уголовной ответственности с начала года. Об этом сообщили сотрудники полиции Астаны. Они провели встречу с преподавательским составом столичной школы лицея номер 54, где обсудили вопросы буллинга, насилия и воспитания подростков. Во встрече приняли участие директора школ, спортивных организаций, педагоги и правоохранительные органы. Они обсудили вопрос разработки новых подходов к воспитанию подрастающего поколения. По данным Стражпорядка, за этот год жертвами преступлений стали 190 подростков. 110 школьников привлечены к уголовной ответственности. Также было выявлено 198 фактов самоубийств. Эти факты необходимо предупреждать, рапортуют полицейские. Сотрудниками полиции была донесена информация о происходящих между учащимися различных конфликтах и правонарушениях. В связи с этим мы рассказали о проводимой работе ведомства по профилактике и предупреждению подобных инцидентов. Вся информация доведена до учителей и родителей школьников. А также они предупреждены о том, что могут нести административную или уголовную ответственность в случае наличия таких фактов. В качестве профилактики различных правонарушений и хулиганств в этом учебном заведении разработали внутришкольный учет. Это должно помочь изменить ситуацию, говорят педагоги. На внутришкольном учете состоят дети не только в девиантном поведении, но и дети, требующие особого педагогического внимания. Также совета профилактики с начала года проведено уже 1201, что на 98% больше за аналогичный период. Участники совещания пришли к решению усилить взаимодействие между школой и родителями. Несовершеннолетние должны жить в атмосфере этикета, заботы и здорового контроля, говорят организаторы мероприятия. Мадьяр Тельманов, Астана, Таймс. Изменения в проект налогового кодекса обсудили в АТРАУ. Делегация во главе с министром финансов разъяснила представителям бизнеса нефтяного региона изменения в налогах для недропользователей нефтегазового сектора. Как говорят эксперты, документ, который примут в следующем году, будет учитывать интересы не только государства, но и бизнеса, и общества в целом. 50% поступлений в нацфонд принадлежит АТРАУским нефтяным компаниям. Поэтому, по словам участников встречи, при принятии документа важно учитывать работу таких предприятий. В текущем налоговом законодательстве нет понятия товарный газ и сырой газ. То есть, мы вынуждены попутный газ утилизировать. И вот это в нашем текущем налоговом законодательстве не предусмотрено, поэтому налоговики считают, что налоги должны исчисляться по мировой цене. В новом налоговом кодексе много изменений, говорят разработчики. В частности, уменьшится количество налогов и других обязательных платежей в бюджет. Планируется отменить фиксальные невозвратные платежи и консолидировать некоторые из них. Одним из главных принципов является оптимизация налогового администрирования, а также минимизация мер, применяемых к нашим предпринимателям. В новом кодексе есть изменения, направленные на поддержку добычи на истощающихся месторождениях. Министр финансов говорит, что будут работать над созданием эффективной и справедливой налоговой системы, которая будет внедрять инновационные технологии, учитывая мнение экспертов в отрасли. В проекте налогового кодекса было предложено для банковского сектора поднять корпоративный подоход налог до 25%, пересмотреть налогобложения недропользователей, взамен старых налогов ввести новый режим, он называется АНН. Еще одно нововведение блок налогового администрирования перейдет на сервисную модель, большое внимание уделят цифровизации. Налогоплательщикам будет удобнее предоставлять отчеты, а также снизит коррупционные риски и обеспечит прозрачность. Раис Моргунова, Арман Якубов, Астана Таймс, АТРАУ. Сотни миллионов долларов потеряла группа инвесторов дочерней компании Жусанбанк. По их словам, они вложили свои средства в так называемые структурные ноты. Их стоимость отражалась в мобильном приложении организации. Однако там произошли технические сбои, в результате чего клиенты потеряли до 90% своих вложений. В Жусанинвест тем временем заявили, что клиенты были проинформированы обо всех рисках. Подробнее в материале Дельнасна Секиновой. Хуат Думбай, один из инвесторов АО First Heartland Жусанинвест, говорит, что приобрел структурные ноты после рекламы со стороны менеджеров компании. Ему объяснили, что это надежное и выгодное депозитное вложение под высокий процент. Кроме того, на рекламном буклете четко было написано с гарантиями отпадения, утверждает мужчина. Стоимость приобретенных нот он наблюдал в мобильном приложении организации, однако через время оно исчезло. И появившись вновь, он обнаружил, что потерял 80% вложений. Они видели, получается, сколько средств есть на счету и предлагали под высокие комиссионные вот эти вот средства. И затем одномоментно эти структурные ноты как бы получается сгорели. Нас поставили перед фактом. Дело в том, что, как оказалось, в течение того времени, которое мы смотрели у себя в приложении, их как депозитный вклад, их реальная цена, они оказывается где-то торгуют, она падала, падала и падала. О чем нам никак бы не говорил ни инвестор, ни Жусанбанк. Таких как Куат несколько человек. Один из них, житель Караганды Булат Тагулов, он вложил в так называемый депозит 50 тысяч долларов. Я вложил в Жусанбанк в две структурные ноты. В структурную ноту щупальца кальмара 5 тысяч долларов, а в энергию будущего, что меня очень сильно заинтересовало, это 50 тысяч. Ну, это буквально было в течение одного-двух недель. По словам юриста Айдара Кошкарбаева, структурные ноты это сложные финансовые инструменты, которые не следовало продавать розничным клиентам. Обычных предлагают только квалифицированным инвесторам. Однако таких ограничений у нас в стране до этого случая не было, говорит юрист. Это допущенные нарушения со стороны инвестора, со стороны Жусана Инвеста, привели к существенному финансово-материальному ущербу для вкладчиков. И это в первую очередь нарушение тех требований законодательства, которые Джусана Инвест не выполнил, нарушил. И в результате пострадали вкладчики Джусана Инвеста, приобретшие данные сложные финансовые инструменты, которые, кстати, на данный момент регулятор принял соответствующие решения к ограничению и запрету продажи. Мы обратились в АОО First Heartland с запросом. Там нам ответили, с 2021 года международный фондовый рынок пережил период турбулентности на скачке инфляции в развитых странах, обострении геопаритических конфликтов в энергетическом кризисе. Тем более, что природа инвестиционных продуктов предполагает вероятность как получения дохода, так и убытка. Обо всех рисках клиенты были проинформированы, сообщили в компании. Структурная нота это ценная бумага, стоимость которой зависит от динамики входящих в нее акции, так называемых базовых активов, как правило, от трех до пяти акций. По условиям продукта, если цена хотя бы одной из акций опускается на 35-50%, то нота начинает переоцениваться вслед за этой акцией. Упомянутые в заявлении структурные ноты являются высоко рискованным инструментом, о чем свидетельствуют процентные ставки по нему, которые могли достигать до 20% годовых в валюте в сравнении с доходностью в 1% на депозитах в БВУ Казахстана. Также обращаем внимание на то, что структурные ноты выпускались крупными международными банками, а Жусан Инвест лишь оказывал брокерские услуги по покупке клиентами этих финансовых инструментов. Затем вкладчики обратились в агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. По словам юристов-вкладчиков, в результате проведенной проверки агентство обнаружило серьезные нарушения. Было составлено 82 протокола об административном правонарушении против компании Жусан Инвест. По отдельным видам нарушения организация была привлечена к административной ответственности. В рамках указа президента Республики Казахстан номер 404, вынесенного в целях защиты прав и интересов инвесторов государственным органам, поручено согласовывать с органами прокуратуры меры запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов, в том числе являющихся субъектами среднего предпринимательства. В этой связи применяемое агентством мера надзорного реагирования в отношении организации в настоящее время находится на стадии согласования с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан. Теперь главная цель вкладчиков вернуть свои деньги и они намерены подать в суд на компанию. В столице продолжается судебное разбирательство между столичным аэропортом Нурсултан Назарбаев и сетью обменных пунктов. Напомню, то сервис АСТ арендует помещение на территории Воздушной Гавани с 2020 года. Однако в этом году администрация аэропорта отказалась продлевать договор аренды и отдала площадь другому оператору. После двухмесячного разбирательства суд частично удовлетворил требования ТО сервис АСТ. Однако решение еще не вступило в законную силу. На данный момент 11 сотрудников данной сети остались без работы. Адвокат Алма Амусина сообщила, что представители частной компании пытались решить вопрос в досудебном порядке, но безрезультатно. Аэропорт ссылался все время на конкуренцию, что необходимо создать конкуренцию, что сервис АСТ является якобы единственной компанией, которая имеет обменный пункт в аэропорту. Хотя это не соответствовало действительности, поскольку там есть еще ЭКэш, у них две кассы работают. Сейчас, значит, на данный момент ТО сервиса АСТ забрали и вторую кассу. По второй кассе, значит, договор заканчивался вот 30 сентября. Теперь аэропорт со ссылкой на то, что данное помещение им необходимо для собственных нужд, забрали это помещение. Эта история длится уже несколько месяцев. Представители ТО сервиса АСТ подали в суд, и Фемида оказалась на их стороне. Если смотреть историю, то данная компания работает в столичном аэропорту со времен пандемии. И никаких нареканий со стороны прежнего руководства в воздушной гавани не было. Однако в этом году уже другое руководство изменило правила во всяком случае для обменников сервиса АСТ. При этом компания ни разу не нарушала закон, делится адвокат. Мы обратились в международный аэропорт Астаны. Там пояснили, что согласно условиям договора площадь фактически передавалась компании ТО сервиса АСТ с марта 2022 года. И каждый год договор перезаключался на тех же условиях без изменения финансовых условий. Однако продлевать его не стали, мотивируя его созданием конкуренции. После истечения срока договора аренды СТО сервис АСТ Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев принял решение не продлевать его. Причина этого решения связана с намерением Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев создать конкуренцию между обменными пунктами в аэропорту. Создание конкуренции будет стимулировать улучшение обслуживания пассажиров и гостей аэропорта, предоставляя больше выбора и возможностей для обмена валюты. Тем временем в игру вступила другая компания, которая также занимается обменом валюты. Звучали даже слова о том, что обменники сервиса АСТ играют на курсе валют для своей выгоды. Специалисты поспешили объяснить, что курс устанавливает только Нацбанк страны. По словам руководителя Ассоциации обменных пунктов Арчина Галимбаева, компании, то сервис АСТ действует в рамках законодательства и никаких манипуляций с их стороны нет. Деятельность совершенно законная. Тут всего лишь идет какой-то спор за определенную торговую точку. То есть тут стороны должны разбираться трехсторонние должно быть какое-то соглашение со стороны сотрудников двух обменных пунктов представителей и со стороны аэропорта. Компания «Кармет» вложит в строительство новых производств, развитие и модернизацию действующих заводов и фабрик свыше 3,5 миллиардов долларов. Будут открыты новые линии производства на металлургическом комбинате в Темиртау. Кроме того, усилит безопасность горняков на карагандинских подземных шахтах. Репортаж Марины Неватовой. Девять месяцев назад известное предприятие стало собственностью отечественного инвестора. Название изменилось на «Кармет», а вместе с этим пришли и многомиллиардные инвестиции. Но главное, в компании пересмотрели планы работы и расставили новые приоритеты. Основными стратегическими планами являются модернизация энергетической инфраструктуры и производственного оборудования, новые коксовые батареи, ремонт конверторов, основных металлургических агрегатов, строительство площадок для выпуска новых видов стали, строительство нового горизонта и обогатительных фабрик на шахте от АСУ. Приоритеты компаний это техническая модернизация, улучшение экологии и безопасность труда металлургов и горняков. В этом году начали проходческие работы на трех почти закрытых шахтах. Для того, чтобы работать на них было безопасно, стали больше выводить газ, метан из-под земли, запустили систему позиционирования. Для того, чтобы нам сегодня пройти 5 километров проходки на шахтах Карагандинского угольного бассейна, самых, повторю, опасных шахт в мире по содержанию метана и опасных по метану, мы бурим 13 километров дегазационных скважин. Для того, чтобы обеспечить безопасность. Один из наболевших вопросов выбросы металлургического комбината «Черный снег» и «Сизый дым» должны остаться в прошлом, уверены на кормет. В части экологических проектов предусмотрены замена электрофильтров на агломашинах, перевод комбината на природный газ. Это такой достаточно значительный проект, на котором сегодня тоже комбинат сосредоточился. И это позволит достаточно существенно снизить экологические выбросы на 30%. Кроме того, на комбинате займутся переработкой отходов производства, уменьшением хвостохранилища. Для улучшения экологии вокруг Тимиртау сажают деревья. А в город возвращаются трамваи. Экологически чистый вид транспорта. Трамвай – это символ города Тимиртау. И возрождение трамвайного движения для них является крайне важным проектом тоже. На сегодняшний день в данный проект мы уже вложили 12 миллиардов тенге. И, как я уже упоминала, до конца этого года трамвайное движение будет запущено. Известно, что в этом году на ТЭЦ-2 в Тимиртау кормет запустит новый котел. Есть надежда, что предстоящей зимой тепла и энергии хватит для всех горожан. Кроме того, руководство компании отмечает, что расширение мощности двух ТЭЦ принесет дополнительные возможности для развития металлургического кластера вокруг комбината. Марина Иневатова, Женайдар, Рахимжанов, Астана Таймс, из Карагандинской области. Члены партии Аманат продолжают прием граждан в рамках работы мобильных общественных приемных. На этот раз свои проблемы смогли озвучить жители Акмолинской области. Часть вопросов удалось решить на местах, остальные партийцы взяли на личный контроль. Обещают довести их до конца. Бигжигат Сирык Пай продолжит тему. На этот раз мобильная общественная приемная прошла в Сандыктаусском районе Акмолинской области. Члены партии Аманат выслушали наболевшие вопросы жители села Каменка. Наиболее острые из них дороги. У нас есть проблемы с дорогами, это внутрипоселковые, внутри Каменки, в плохом состоянии после паводков. Вопрос аманатовцы взяли на свой контроль, а прием граждан продолжился в селе Балкашино. Здесь люди подняли вопрос нехватки машин скорой помощи. Существующие сильно изношены, жалуются сельчане. Сельский округан находится далеко от нашего центра. 80-70 километров. Как вы знаете, зимой у нас много снега. В морозы трудно привозить больных людей в наш округ. Именно поэтому я поднял этот вопрос. Кажется, это будет решаться. Мы очень верим. Часть вопросов удалось решить на местах. Партийцы и представители различных структур провели разъяснительную работу и дали советы в рамках законодательства. По словам аманатовцев, такие встречи очень эффективны. Тисто, жалоб тарм. Люди получили ответы. Оставшие вопросы мы взяли на свой контроль. Мы будем держать их на своем контроле, следить за их решением и будем на связи с человеком, подавшим заявку. Доведем до конца. Подобные встречи члены партии намерены проводить на постоянной основе. Это помогает улучшить взаимодействие между госорганами и народом и быстро решить наболевшие вопросы, говорят они. 243 тонны мусора вывезли члены партии Аманат в Туркестанской области с момента запуска экологической акции «Таза Казахстан». Об этом рассказали волонтеры в ходе очередной уборки. Она прошла в Байдибекском районе. Активисты очистили территорию вокруг мавзолея Дома Лакана. Ранее уборка прошла на территории мавзолеев Ходжи Ахмед Ясави, Акбура, Исмаилата, вокруг монумента Кеме Калган и других святынь. Наша основная цель формирование экологической культуры среди жителей и повышение любви народа к природе. Поэтому сегодня мы призываем граждан неравнодушных к окружающей среде присоединиться к нам и участвовать в данной акции. В селе Отиген Батыр Ильийского района в рамках экоакции «Таза Казахстан» было вывезено 18 тонн мусора. В уборке приняли участие члены партии Аманат, работники рынка Беля, местные жители и волонтеры. Около ста дворовых территорий очистили от опавших лесов и мусора. Особое внимание уделялось сортировке отходов и дальнейшей их утилизации. Организаторы отметили, что в целях сохранения и улучшения экологической обстановки в селе такие мероприятия проводятся на регулярной основе. Проводится не только именно в Таген Батыри. У нас в районе 9 сельских округов. Одновременно проводится и в других округах на эту акцию вышли сегодня наши предприниматели, жители нашего района. До сегодняшнего дня мы провели такие акции. Вышло больше 8 тысяч человек и вывозили где-то 90 тысяч тонн твердопытовых отходов, а также вот таких этих сухих веток. Это были все новости на сегодня. Я с вами на этом прощаюсь. Хороших всем выходных. КОНЕЦ Продолжение следует...